Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева, я эксперт по поиску предназначения по почерку. Я хочу представить вам Павла Колесова. Приветствую, с вами Павел Колесов, я помогаю людям становиться везунчиками и удачниками. Я сейчас эксперт номер один в России по устранению внутренних конфликтов. Павел, скажите, как вы поняли, что это именно ваша область деятельности, как вы нашли свое предназначение? Как я уже говорил, слово предназначение мне не очень нравится, потому что у людей есть иллюзия, что они там по почерку, по чаям, по генетике определили одну дорогу и по ней пошли. Это обман. Мы не знаем, в чем наше предназначение, мы не знаем, в чем наша дорога. Задача – искать эту дорогу каждый день. Потому что вот я хочу найти, получить ответ на вопрос и больше не искать, это вообще-то банальная лень, это нежелание жить. Чтобы вы понимали, каждые 7 лет у нас, ну, посмотрите на свою жизнь, происходит очень крупный перезапуск в вашей жизни. Вступаете в отношения, рождается ребенок, поступаете в ВУЗ и надеюсь, что вот по одной дороге породишь всю жизнь, ну, мягко говоря, наивно. И задача не в том, чтобы найти вот ответы сразу на всю жизнь, а в том, чтобы искать ответы каждый день. Я каждый день спрашиваю себя, а что мне интересно делать, что мне интересно заниматься, что меня вштыривает по самому процессу, не ради денег. Потому что когда вы занимаетесь только ради бабла, вы очень быстро выгорите. А когда вы находите то, что вам нравится, вот процесс приносит удовольствие, тогда к этому постепенно начнут прилагаться деньги. Естественно, я себя спрашиваю, а что мне интересно делать, и я этим занимаюсь в первую очередь. А как выйти на тот процесс, который действительно будет близок и которым захочется заниматься? Ведь очень часто бывает так, что человек начинает заниматься чем-то, буквально проходит неделя, две, может быть, месяц, он понимает, нет, мне не интересно. Ну, отлично, значит, это не его искать дальше, искать следующее. Ну, что в поиске, ну, я не назову это предназначением, призванием, занятие для жизни, оно умозрительно не делается. Вы умозрительно никогда не поймете, будет ли это вам интересно заниматься годами-десяти лет. Я вот когда там, я первоначальный программист, у меня первое образование, высшетехническое, я тут математист-системный программист, там вот учился. Я никогда не думал, что я буду тренером, психологом, коучем, это было вообще вне моей карты. Я просто попробовал, 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 через год понял, что мне интересно, в общем, вести тренинги. Через два года я понял, что я готов этим заниматься профессионально, я вообще ушел только в эту область. Это не было какое-то такое вот знамение свыше. Это меня случайно достаточно вынесло, понравилось, вот уже 16 лет я этим занимаюсь. А таланты и основная сфера деятельности, они как-то взаимосвязаны или одно вытекает из другого, или есть какие-то, наоборот, различия, это противоположные какие-то вещи? Ну, давайте так скажу, у разных людей есть разные предрасположенности. Если у человека большая физическая масса, наверное, ему будет тяжело поднимать штангу. Если он легкий, наверное, ему будет легко бегать. Скорее всего, у вас тоже есть предрасположенности, а что вам легко и интересно делать, какими процессами, какой работой заниматься? Я предложил посмотреть, в первую очередь, в сторону этого, потому что я как-то понял, что мне интересно трендить перед людьми, мне интересно говорить перед людьми. Я это понял в ВУЗе и как-то вот совершенно случайно в процессе моих жизненных экспериментов понял, что мне интересно выступать перед людьми. И, естественно, у меня никогда не получалось. То есть, я экл, мэкл, запинался. И, в общем, первый год это был трэш. То есть, люди, которые первый год моей карьеры ходили на мои тренинги, там стоили вообще копейки. Там 40 рублей за 4-часовое занятие. То есть, я брал заплатить за аренду и там купить людям чай. То есть, себе не брал ничего. Но я таким образом нарабатывал опыт. Поэтому, посмотрите, здесь два варианта. Первое, что вам интересно делать, то есть, уже сейчас. Либо вариант номер два, что вам может быть интересно и, с другой стороны, страшно. Потому что мне было интересно выступать перед людьми, мне это было безумно страшно. Когда я понял, что я выступать не умею, я начал выступать людей, обучать людей выступать публично. За два года я научился. Когда я понял, что я уже выступал очень хорошо, я понял, что мне неинтересно вести курс ораторского искусства, и я его перестал вести. То есть, получается так, что все равно придется человеку развиваться. Потому что многие хотят какого-то быстрого результата. Вот я сейчас подумала, что мне это нравится, и уже почему-то хотят такую высокую, достаточно... Лентяям, идиотам, чмошникам. Я могу сказать сразу, если вы хотите стать экспертом, это 10 тысяч полетных часов. Вам нужно будет потратить 10 тысяч часов в любой области деятельности. У меня стало очень хорошо в тренинге получаться на пятый год. Прям очень хорошо. До этого это было, у меня говорят, третий сортный брак. Что вы прикинули 10 тысяч полетных часов, если по 8 часов в день, по 5 дней в неделю, это примерно 3-4-5 лет. Поэтому надеюсь, что вы выйдете и сразу станете в Гудине, победителем Формулы-1, Парабелломом, Коулисовым. Не получится. Нужно нарабатывать навыки, нужно учиться. Я учусь постоянно. Мой стандарт за крайние 10 лет – один живой тренинг в месяц минимум. Минимум один живой тренинг каждый месяц я прохожу. Ну, плюс книжки читаю, вебинар участвую, коучинги со мной работают. Это большая работа. Потому что за большим успехом стоит большая работа. А люди, которые... Я хочу получить все сразу, не напрягаться. Это уроды, это чмошники, это дебилы, которые никогда в жизни ничего не получат. Если хотите успеха, будьте готовы, трудиться. Нет, продолжайте быть нищим родами. А вот то, что вот считают, как бы визуализируем, да, и у тебя будет там и та же самая машина, как в фильме «Секрет». То есть, посидите, подумайте и, грубо говоря, завтра откройте глаза, и этот автомобиль стоит перед домом. У меня на эту тему есть тренинг, который называется «Сбыча-мечика». Я уведу уже 5 лет. И в чем суть? Люди приходят, я им даю технологию, они прописывают свои желания, откладывают в сторону, через год открывают, видят, что у них от 70 до 90% сбылось. Но сбылось не потому, что они сидели, визуализировали. Вот мне очень не нравится фильм «Секрет», который внушает эту гребаную «Ты сиди на жопе ровно, испускай ментальный волн, у тебя все будет». Ни хрена подобного. Но если бы оно работало, в мире были бы десятки миллиардеров. Вы их видите? Сколько людей сидят на жопе ровно, испускают ментальный волн, у них ничего не получается. За счет чего работает моя технология, технология «Сбыча-мечика». Когда вы прописываете, по каждой цели нужно прописать примерно 20 пунктов, вы их загружаете себе в свое бессознательное. И вы своим телом начинаете к своей цели идти. Это не Господь, Бог вам посылает, это не Вселенная вам дает. Вы своими действиями организуете, просто вы это дело не осознаете. Просто когда люди смотрят на свои цели, а, для этого я потом обратно сделал вот это, вот это, вот это. Просто в моменте люди себя не осознавали. То, чтобы подумать, что ничего не сделать и все будет, я такого способа не знаю. Я 16 лет уже исследую. Мне это очень интересно, чтобы просто сидеть и так тебе все валилось. Не нашел пока экспертов, которых бы так получалось, не нашел. Приходится-таки работать. Хорошо, Павел, спасибо вам большое. Дайте, пожалуйста, нашим зрителям вот три простых совета, как все-таки найти свою дорогу в жизнь и определиться уже хотя бы на данный момент, на начальном этапе, куда и как двигаться. Так, первый совет, может быть, будет неожиданный. Чтобы найти свою дорогу в жизни и понять, вам нужно хорошее здоровье. Для этого вам нужно две вещи. Первое – высыпаться. Если вы не высыпаетесь, вас никакая работа радовать не будет, даже та, которая относится к вашему предназначению. Второе – заниматься самогипнозом, ежедневно трансоваться, хотя бы полчаса в день уделять себе. Ни работе, ни карьере, ни деньгам, ни детям, ни семье, ни мужу, ни себе. Легли или сели, закрыли глаза, не дитативная музыка, расслабились, чтобы организм вас в себя восстанавливал. Потому что если этого не будет, у вас нервная система начнет выгорать. Мне над темой есть отдельный большой тренинг, практика самогипноза-1, как раз как у себя вытаскивать из состояния выгорания. Без этого год максимум, вот здесь вот вам будет любая деятельность. Второе – не смотрите там, где деньги. Потому что у людей очень часто, вот где бабло, я туда пойду, даже если меня тошнит. Глаза загораются. Да, глаза загораются. Вы еще разок ищите процессы, которые вам нравится делать. Вот мне нравится записывать видео, поэтому я записываю видео. Мне нравится тренгеть перед людьми, поэтому я веду вебинары. Мне нравится писать книги, поэтому я книгу, сейчас у меня уже вторая вышла. Потому что и здесь еще разок, мысленно вы это не проверите. Вы идете и делаете. Причем нравится должно вам не то, что ладно, я готов так и быть, заставить себя и 2 часа в неделю этим заниматься. Нравится, значит, ну хотя бы 4-5 часов в день этим заниматься. И не то, что не уставать ментально. То есть, физически может уставать. Не то, что вот, все, я написал 2 статьи, я уже, мне уже ничего не надо. Это, скорее всего, не ваше. И третье, когда вы примерно поняли, чем заниматься, ищите людей, стиль жизни, которые вам нравятся. Смотрите то, что они делают и идите общаться с ними. Вписывайтесь к ним в коучинг, покупайте тренинги, есть с ними на выездные, общаясь. Потому что когда они находятся через 2, через 3, через 5-10 ступенек от вас, вы с этой точки зрения, то, что они там, вы просто не увидите. Вы можете не понять, а что они делают. И через книги это не передается. И через удаленки передается. Передается вживую. Либо через живые встречи, там на выездных тренингах, либо там, ну хотя бы на вебинарах. Через это можно очень многое, что вытащить, понять. Причем то, что человек зачастую сам про себя не осознает. Я люблю ездить на такого рода выездные мероприятия. Почему? Я НЛП-мастер. Я умею моделировать людей даже тогда, когда они этого не понимают. Я могу с них что-то взять в себе и встроить в свою жизнь. Ну, для этого нужно и НЛП, для этого нужно тоже много учиться. Про это мы уже говорили. Да. Спасибо. Ну что, спасибо за внимание. Счастливо. Если понравилось это видео, нажмите кнопку лайк, подписывайтесь на канал. И рассказывайте, друзья. И до следующих встреч. Пока.